Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас уже 6 декабря. Посмотрите, как эта красавица свесила ножки. Шпулька, ты сейчас упадёшь? Да, упадёшь! Ноги телепаются! Залезай! Залезай на диван, упадёшь! Упадёшь, моя красавица! Лёшенька, поздоровайся! Ой, как солнце светит! Сейчас надо, сейчас прикрою окошко, ничего не видно. Такой яркий солнечный день. Друзья, пришлось опустить шторку, вот эту жалюзи. Такое солнце, вы видели, какой тёмный кадр. Лёшенька, ну с приездом тебя! Ты чаёк пьёшь? Я вам обещала рассказать о этом пироге, коврижка, который мы вчера с вами пекли. Ну, сейчас мы услышим от Лёши ко мне, но я выскажу своё. Мне всё-таки больше нравится пирог из тыквы. Может быть, потому что здесь, вот видите, какое-то взбитое тесто получилось. А я люблю такое. Ну, Лёшику нравится, но я просто сравниваю, как бы, вкусы с пирогом из тыквы. Может быть, потому что здесь молоко. Я помню, что я когда пекла коврижку, ещё на Украине было дело с кефиром, и варенье было абрикосовое. Вот до сих пор помню этот вкус. В общем, надо заменить молоко кефиром всё-таки. Это моё мнение, и тогда будет совсем по-другому. А может быть, варенье заменить. Может быть, эта неженка не идёт сюда в коврижку. Скорее всего, сливовое какое-нибудь, абрикосовое очень хорошо подходит. Но абрикосовое варенье я могу есть ложками, оно очень вкусное. Там на коврижку как-то не хочется. Любое варенье. Неженка твоя, протёртые яблоки. Ну, всё равно же, фрукты. Фрукты, но это не варенье. Но не ягоды, да. Это не варенье. Даже если у тебя было бы яблочное варенье, просто яблочное варенье, и ты бы вот его использовал. Ну, может быть, кусочки нужны. А тут вот, ну, в общем... Мне замечательно. Так, с собой возьмёшь. Это моё. Всё, ты не ешь такое, ты фигуру бледёшь. Да, друзья, я сегодня делала зарядку, между прочим, немножко. До девяти часов утра. Да, я сегодня очень долго спала. Я заметила, что вот если не кушать после шести... Вчера вот я поела последний раз. Где-то в начале шестого вечера. Ну, там в пять двадцать, может быть, вот так. И всё. Лёшик приехал. То мы обычно садились ужинать поздно, в десятом часу. Я тут, вы видели, вчера куховарила. Ну, Лёшик отведал пару ложек винегрета. И на этом всё. Ну, стройнеем, значит... Одну ложку за себя, одну за Еленой варенье. Да, и то он говорит, я тогда тоже не буду кушать. Я с тобой буду солидарен. Вообще, хочу, друзья, он очень поддерживал меня всегда. Вот когда... Ну, он и сейчас поддерживает. Но я имею в виду во время моего такого здорового образа жизни, как сейчас модно говорить, ЗОЖ. Когда я делала зарядку, когда я не ела мяса, мы всё это с Лёшиком прошли вместе. Не ели мясо. Лёшик, правда, зарядку не делал. Ну, ему и не надо. У меня без зарядки достаточно. Да, ему и не надо. Так что вчера тоже говорит, я тогда тоже не буду кушать. Я говорю, нет, нет, нет. Ты с дороги. Давай. Ну, вкусный винегретик был, правда? Вкусный. Да, только потом ночью вставал, пить хотелось. Ну, потому что там кислая капуста, вот эта квашеная. Ой, друзья, капуста очень вкусная. Я вам вчера говорила и сегодня повторюсь. Всё время буду делать так капусту с аспирином. Такая красота. Уже и морковочка там, и она готовая. Не надо ничего резать, не надо ничего квасить. Открыл, слил этот рассол и добавил. И борщ вкусный. Скажи, какой борщ вкусненький был с ней. Вот. Ну, ладно. Сейчас покажу, какие, Лёшек, подарки. Это не подарки, это суровая необходимость. Да, суровая необходимость. Сейчас мы будем с вами делать очередную распаковку с озон. Значит, опять Лёшеку повезло. Вернее, он умеет как-то, умеет как-то находить товары по сниженным ценам. Я бы так сказала. Какие-то скидки ловит. Ну, в общем, экономим, друзья, на всём. Очень много нужно вкладывать в дом. Поэтому, конечно, экономим. А вот это масло. Цепное масло. Цепное масло. Вот для той цепной пилы. Сколько ты отдал за него, Лёш? Три литра шестьсот рублей. А, три литра шестьсот рублей. А так оно вообще сколько стоит? Ну, вообще вот в магазинах у нас здесь 350-380 рублей за литр. Вот, видите уже, сколько сэкономил. Это в Чеплыгине ты видел, да? Да и не только в Чеплыгине. Она и на озоне литровая столько стоит. Ну, это в половину почти это получилось, да? Ой, теперь его хватит. Теперь перепилим всё, друзья, весной. Да, только надо заточку купить и запасную цепь. Ага. Так, это что? Здесь у нас катушка 50 метров. Полтора квадрата. Это мощность полтора квадрата, да? Ну, хорошая мощность. Сколько ты тоже отдал? 2500, да? Вообще 2500. Она три с чем-то была. 2700 лежала у Лёшика в корзине. А потом, смотри, 2500. Надо брать. Вот сейчас мы её распакуем, покажу. Это вот удлинитель для электро-цепной пилы. Не только для неё, для всего. Ну, вообще, на бухте, да? Вот ты будешь спокойно теперь в свою тепличку протягивать. А, если холодная весна, можно будет... Да, не из двух удлинителей собирать. Да, красота. Она там не накручивается? Сейчас мы распакуем, посмотрим. Накручивается. Ой, вообще. Лёш, а ты вот расскажи подробнее, что вот это такое. Может быть, кому-то это понадобится. Я вам вручаю. Рассказывайте. Это опора стойки, крепление бруса. Вообще, забивная. Забивается в землю, внутрь вставляется... Вот это вот забивается в землю. Да. Внутрь вставляется брус. Получается стойка. А дальше ножку плясать. Это крепление для бруса, да? То есть сюда вставляется брус 10х10. Это, друзья, будет наше будущее крыльцо к дому. Только мы не будем использовать её как забивную, просто в грунт. Если помнить, в прошлый раз я приобрёл бур. У нас здесь есть. Вот мы будем на глубину... Ну, вот эту глубину, вот это наконечника, да? То есть мы будем бурить лунку, заливаться эта лунка будет бетоном и будет бетонироваться вот этот вот наконечник. Он будет не в землю вбит. Ну, короче, вставляем в вырытую ямку вот этот наконечник и заливаем бетоном, правильно? Ну, почти так. С щебёнкой. Вот. И надо будет купить вот этот брус, да, 10х10. Вот так вот будут сюда вставляться. И это будут стойки, опоры для будущей терраски. А я ещё хочу, знаешь чего, Лёшик? Я хочу, чтобы заказать кованую штучку такую. Ну, ты понял. Вот там, где крыша, чтобы такие вензеля были красивые. Очень хочется. Надо будет узнать, где здесь ковка. Чеплыгинцы, кто смотрит меня, подскажите, где вы покупаете такие штуки? У всех тут у вас такие красивые крылечки. Я иду, смотрю, заглядываюсь и всё думаю, я тоже такое хочу. Вот. Так что вот, друзья, подготовились. Уже готовимся потихонечку. Пока Елена Ивановна до 9 часов нежилась, я встал, котов покормил, убрал за ними, оделся и вот пошёл всё это делать. А я проснулась, тебя нет. Лёшик, Лёшик, алё, алё, Алёшика нету. Лёшик пошёл в Азон получать вот этот вот товар. Причём очень удачно получилось. То есть, все вот эти три товара должны были прийти в разное время, в разные дни. Ну и получалось, что... Дай я свет, что ли, включу. Как-то тёмный кадр. Что-то я бы получил сегодня, а вот за, например, катушкой поглянителя Алёнке пришлось бы идти. А вчера вот всё это одновременно, можно сказать, всё доставилось. Лёшик, ну это кто-то сверху пожалел меня, чтобы я не тащила вот эту коробку. Я не знаю, она... А, она лёгкая. Но опять же, идти туда по морозу мне совсем не хотелось. Поэтому кто-то сверху решил, что это всё должен принести ты. Заказать, принести, сделать. Всё это ты. Я же не делала. А Елена Ивановна завершающий штрих потом сделала. Ну конечно, естественно. Вот Елена Ивановна будет. Ага, да. Ну правильно, твоей же работы не видно. Ну да. Ну на самом деле, друзья, мы вместе, так скажем, в четыре руки делали весь вот этот... Да, и пять хвостов. Да, и вот этот ремонт. Ой, ну всё уже позади. Всё уже красивенько. Потихонечку всё усовершенствуется ещё. Добавляются какие-то штрихи. И, в общем, за год, конечно же, мы очень-очень много, друзья, сделали. Ладно, сейчас открою коробку за кадром. Покажу вам эту букву. Давай я открою. Ну давай, открывай. Друзья, перешли сюда. Здесь как-то меньше падает солнечного света. Ну, как-то кадр более-менее светлый. Вот, Лёшик, распаковал. Какая красота. Её, то есть, берёшь, она переносная. Неужели здесь 50 метров? Да. Обалдеть. А так всё аккуратненько. А где ты говоришь, как она сматывается? А, вот. Вот, наверное, да? Да. И здесь четыре. Обалдеть. Здесь четыре штуки можно сразу включить, да? Это розетки. Это вилки, куда включаются, вернее, не вилки, розетки, куда включаются вилка, пилы там, ещё чего-то. Да вообще, класс. В общем, вот такая штука. Лёшик хотел это сделать сам. Говорит, я куплю этот кабель, мы сделаем. Лёш, ну разве так вот сделаешь? Это же очень удобно. Сделаешь. Отдельно продаётся и вот эта штука. Да ну, морочить голову. Ну и всё, купили и купили. Да. И вот она устойчивая, она стоит. Красота. А, так это теперь и триммер можно будет? Обалдеть. Конечно, всё можно. Только здесь маленький нюанс есть. Нужно, если используются какие-то более-менее мощные приборы, та же электропила, мощностью там, скажем, от киловатта и больше. Нужно полностью раскручивать кабель. Да, я тоже это слышала. Почему? Потому что при работе мощного оборудования происходит нагрев кабеля. Да, да. И если он смотанный, то может испортиться, может облавиться и замыкание произойти. Ну, в общем, выйти из строя. Понятно. То есть вот это вот разматывается и делай, что хочешь. Понятно. Ну, а потом смотать. Это несложно. Ой, теперь ждём весну, да? Ага. Плиточка, терраска, крылечка. Не знаешь, с чего начать и за что хвататься. Лёшик, а мне ещё в этом, в палисаднике надо до ума это довести. Ну, ещё в огороде надо. И в огород, и палисадник. Ну, в общем, зимой делаем зарядку, а весной зарядка будет вся на улице без зарядки. Я думаю, что весной я сброшу. Зимой мы ещё запасы делаем, чтобы весной и летом, чтобы чего-то делать можно было. Чтобы не в то время покупать, а чтобы у нас уже всё было. Ну, да, весна пришла и всё есть. Ну, всё не купишь. Брус весной будем покупать, где его хранить. Он же сухим должен быть. В сарай там и так сейчас не влезть. Ещё в сарае порядок наводить. Ещё в сарай облицовывать. Боже ты мой, сколько работы, друзья. Ну, всё равно, работы много, но она такая приятная. Всё для нас, любимых, чтобы радовало. А ещё, мне кажется, там в коробочку, из которой мы вытащили удлинитель, кто-то полез. Иди посмотри, заодно и снимешь. Ну, да. Я знаю. Они любят коробки. Кто сюда? А тут уже шпулька сидит. Я тебе и говорю. Вот они. Вот они. Ты посмотри, Маруська и шпулька. Ой, друзья, вчера Маруська, вернее, не вчера, позавчера, наверное, залезла в наш комод. Я не знаю, каким образом отъехал ящик этого комода. Может быть, я что-то брала, и он открылся. Или они каким-то образом открыли. И я её не могла оттуда достать. Боже мой, она там мяучит. Шпулька туда лезет. Но я говорю, ну да, сейчас давайте две туда залезьте, и я не буду знать, что с вами сделать. В общем, еле-еле вытащили Маруську с этого комода. Я испугалась, конечно. Да? Кто там? Шпуля. Шпуля-муля. Друзья, у нашей шпульки очень интересный цвет глаз. Я такого вообще не видела. У неё там, где зрачок, такая небольшая, зелёная, ну как, радужка, что ли. Вот она. А всё остальное, жёлтое, вот я такого вообще не видела. Я смотрела на её глаза и не могла понять, что же такое в них вот, ну, интересное, необычное. А потом поняла, то, что вокруг глазика, вот как у Моньки, жёлтое, а то, что возле, вот, ну, на видео не очень хорошо видно, а то, что возле зрачка зелёного цвета. Вот такая у нас красотулька. Шпулька красотулька, да? А мамочка тут сидит. Вот такие игры. Раздирает коробку, вот уже, на шпыке валяются. Ну, а я сейчас вот немножко с Лёшиком. А, какие у нас планы? У нас сегодня планы за дырки, вернее, не дырки, а швы в окнах. Прогерметизировать. Да, прогерметизировать. Сейчас я вам покажу, друзья, что я имею в виду. Вот здесь вот, вот эти все стыки, хотим ещё раз пройти герметиком. Вот в этом окне, ну, такой тёплый подоконник. А вот в этом, видите, я даже сюда положила, свернула кусочек пледа. Очень сильно дует вот отсюда. Короче, окна ставили. Тяп-ляп, как говорится, говноляп. По весне мы будем с той стороны откручивать вот этот водослив, водоотлив металлический. И будем заново пропенивать. Вот, потому что вот здесь, вот видите, вот здесь вот я замазывала этим клеем. Очень сильно, ну, не то, что я не могу сказать дует. Но всё равно, вот я кладу руку, я чувствую, что там вот движение какое-то происходит. Ветра, что ли, я не знаю как. Короче, вот везде нужен глаз да глаз. Я так думаю, когда эти окна ставили пластиковые, их, скорее всего, ставили в тёплое время года. И, естественно, никто это не мог никак проверить. Ну, а у нас всё делается. Деньги взяли, пену сэкономили, и всё. Вы же помните, когда мы ставили вот эти вот наличники, меняли на деревянные, пластик убирали, а вот эти ставили. Туда рука входила, у меня даже есть где-то видео, там была пустота. То есть они, сволочи, экономили на пене. Вот. И вот результат. Вот наша задача сейчас герметиком всё это дело вот здесь вот пройтись. Вот даже вот это вот мокрое. То есть всё-таки вот влажное. Там идёт потеря тепла. Ну, зато котам хорошо было сидеть. Им так нравится сидеть на вот этом пледике, лежать и смотреть в окошко. Ну вот, друзья, наладили мы пистолет. Да пистолет-то был нормальный. Ну, застряло там. Не застряло, а застыл герметик. Ну, застряло, застыл. Какая разница? Герметик у нас силиконовый, сантехнический. Для вот... В общем, мы также раковину устанавливали на кухне. Он застывает и превращается в такой вот прям силикон. Силикон настоящий. Сейчас самое главное, чтобы туда коты не влезли. Ну, я не думаю. Вот. Но это временное. Это всё временная работа. Конечно, мы убирать здесь не будем его по весне. Но я вам уже сказала. Самое главное, вот с той стороны окна, вот этот снять отлив, открутить и хорошо запенить. Это причина всему вот этому. Это плохое запенивание. Герметизация. Да, окон. Это самое-самое главное. Какие бы окна ни были, там сейчас рихаут, там такие ещё есть, скажи мне. КБЕ. КБЕ. ВЕКО. ВЕКО. Мне кажется, это всё ерунда. Самое главное, это как установлены окна, как загерметизированы. Вот видите я клеем. Здесь даже вот такая вот щель была. Вот эта резинка, которая держит стекло, она, ну вот не хватило им, или я не знаю, что здесь. Вот видите, вот из этой щели всё сквозило. Я здесь клеем просто замазала. Клеем вот этот, который жидкие гвозди в фикс прайсе покупала, я вам как-то показывала. Синенький такой тюбик. Вот. Так что вот сейчас вот это я просто вам показываю. Сейчас мы пройдём вот сюда. Здесь я штору опустила, потому что солнце светит, вообще ничего не видно. И вот здесь тоже всё это дело прогерметизируем. Так что, горе-строители, вам пламенный привет от нас. Вы прям просто супер в кавычках. Какие вы умельцы, как вы хорошо всё умеете делать. Самое главное для вас, наверное, взять денежку. Вот хочу вам показать, как Лёшик герметично всё сделал вот здесь вот, когда устанавливал мойку. Видите, он прям превращается в такую резинку. И здесь больше ничего не нужно абсолютно. Вода не попадает под столешницу. И, конечно, я вытираю её. Это всё понятно. Но это всё вот силиконовый герметик, который потом превращается вот в такую упругую, гибкую субстанцию. Ну что, друзья, показываю вам, насколько я продвинулась по этому жилету Туман. Уже сшиты плечевые швы методом двух спиц и крючка. Я делаю именно так. Вообще, этот метод называется метод трёх спиц. Но я делаю по-своему методом двух спиц и сшиваю, можно сказать, с этих двух спиц крючком. Где-то было видео, я думаю, вы поняли, вместо третьей спицы я использую крючок. Мне так очень-очень удобно. Только крючок нужно взять того размера, которым вы вязали полотно спицами. То есть спицы четыре с половиной и крючок я брала тоже четыре с половиной, чтобы вот здесь не стянулась вот эта линия плеча. Вот так получилось. Лицевая сторона, вернее перед у меня, вы видите, изнаночная гладь, спинка, лицевая гладь. Подробнее, как и что я делала, как я делала вырез горловины по спине, ну и вообще, более подробный рассказ я вам расскажу в следующем видео. В следующем или ближайшем видео. Значит, вот такая красота получилась. У меня спинка будет немножко длиннее переда, возможно, с разрезами вот здесь по бокам. Но это еще не точно. Сейчас буду сшивать, посмотрю, как это сидит с разрезами или без, как будет лучше, красивее. Ну и останется сделать вот здесь горловинку. Сейчас жилет весит 450 грамм. Это без обработки горловины. Ну, то есть, приблизительно пошло 300 грамм пряжи джинс 350 и 100 грамм пряжи махер от Ализе Роял. По-моему, так называется пряжа. Здесь смесовка. Вот такая красота вырисовывается. Ну, а на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я думаю, вам было интересно. И я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.